Третий день октября традиционно считается днем российского ОМОНа. Ровно 24 года назад в России был образован отряд милиции особого назначения. В нашем регионе спецотряд был создан пятью годами позже, 21 июня. Но так как в этом году из-за многочисленных служебных командировок бойцы так и не отпраздновали день рождения отряда, этот праздник было решено приурочить к всероссийскому. Сотрудники ОМОН выполняют повездачи в регионе Северного Кавказа, в том числе и в службу других местах не просто нашей Родины, но и планеты в целом. Поэтому я хотел бы сказать, что действительно, может быть это громко будет сказано, но я думаю, что это будет правильно сказано, что ОМОН, наверное, является гвардией полиции, элитные подразделения, которые, я так понимаю, служат, наверное, самые лучшие, самые достойные, самые крепкие и физические, и профессиональные подготовленные за трудности. И даже сейчас бойцы не совсем в полном составе. Несколько человек находятся на службе в горячих точках. Присутствующим же ОМОНовцам были вручены подарки. В основном это техника для дома и памятные знаки, как благодарность за службу. Сегодня мы достойны счастья. У нас награждено четыре человека государственными наградами. И если взять все подарки, все, наверное, человек 60 мы наградили. Но для меня, как для командира, ценно то, что в этом году мы, согласно нашей традиции, поощрили еще шесть сотрудников печатками за 15 лет и девять сотрудников печатками за 10 лет службы в ОМОН. С момента образования отряда название немного поменялось, но функции его остались теми же. Как и несколько лет назад, бойцы стоят на страже безопасности людей. В этот день, кроме здоровья и такой необходимой в их деле удачи, ОМОНовцам желают поменьше работы. Это вы, Иванова.